Марафон добрых дел шагает по Тамбовской области. В прошлом году, когда впервые за 9 лет мы не смогли собрать всех героев проекта в наших силах на новогоднюю елку, было принято решение. Пусть каждый из них найдет среди вас наших зрителей своего поздравителя, получит адресный подарок и видеопоздравление, которое порадует в Новый год. Эта акция так понравилась, что в этом году мы решили не прерывать традицию. И вот уже первые партии подарков разъехались по Тамбову нашим маленьким героям. А впереди еще подарки в области, а также видеопоздравления, где вы дарите самые теплые слова и самые лучшие пожелания маленьким героям нашего проекта. До Нового года остается неделя, время дарить подарки уже пришло. Второй год подряд телеканал «Новый век» в преддверии праздника запускает марафон добрых дел. Это акция для героев программы в наших силах. Желающих стать помощниками Деда Мороза оказалось много. С каждым днем рабочий кабинет автора проекта Ольги Митрофановой заполнялся игрушками, сладкими подарками и персональными поздравлениями. Буквально после первого поста в социальных сетях люди отозвались. У меня уже, наверное, к началу декабря был полный список тех, кого надо поздравить. Полностью совпал со списком тех, кто хочет поздравить. И сегодня это первая только партия подарков. Это 25 семей, которые живут в Тамбове. Они сегодня получат подарки для своих детей. Помочь доставить новогодние сюрпризы в каждый дом взялись благотворительный фонд «Тамбовский» и служба «Такси». Мы сегодня с вами делаем одно большое доброе дело. Ребята, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию с ограниченными возможностями здоровья, мы им сегодня везем подарки. Везем их благодаря вам, доставляем до места. Значит, подарки мы получаем у Ольги после того, как берем путевой лист у меня, либо у Максима. Определившись с адресами, водители погрузили подарки в машины и отправились по заданным маршрутам. Улыбки детей – это уже праздник, а улыбки детей с ограниченными возможностями здоровья – это праздник вдвойне. И вот свой подарок получила одна из наших маленьких героинь – Алена Безгина. Это что такое? Глянь, сколько тебе игрушек передали. Алена – очень творческая девочка, и первое, что ее заинтересовало – это пальчиковый кукольный театр. Знакомые персонажи сразу заняли места на маленькой ручке и буквально ожили. Мы хотим выразить большую благодарность за все подарки. Очень приятно. Ребенок, сами видите, ребенок в восторге от таких подарков. Наши зрители познакомились с историей Алены в начале лета. Девочке, перенесшей несколько операций, требовалась помощь в прохождении реабилитации. Настоящим новогодним подарком для семьи стало и последнее достижение Алены, которым она охотно делится. Сейчас мы тебя поймали. Мы учились ходить об опору. То есть мы буквально полгода назад этого не умели. Нам полгода назад сделали операцию, телективную дрозальную ризотомию на позвоночнике. И после этого убрали нам спастику из ножа. Благодаря проекту «В наших силах» мы собрали деньги на реабилитацию в Москву. И после двух таких реабилитаций в Москве ребенок начал ходить об опору. Марафон «Добрых дел» не только дарит подарки. Все его участники получают ответную радость в виде искренних эмоций маленьких героев. Алена очень любит Новый год. Она ждет, она готовится к встрече с Дедом Морозом. Выучила стишок. Новый год стучит в дверь на пологе Деда Мороз. Я газа с словами мне не верю, подарки мне принес. Но у нас сын, как самое главное новогоднего полога, самый добрый и славный день из картины делать. Скажи ему спасибо за подарки, что ты принес. Вы здоровы, вы счастливы. Удовольный Дед Мороз. Наступай Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!